Привет народ! Сегодняшнее видео будет интересно начинающим охотникам или людям, которые колеблятся и не знают купить или не купить турецкое оружие Ata Arms Neo 12. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Представляю турецкое одноствольное оружие Ata Arms Neo 12 с инерционным механизмом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Оружейная компания Ata Arms один из лидеров на турецком рынке. Его продукция очень популярна во всем мире и в том числе и у нас. Производитель прекрасно смог сочетать высокое качество с низкими ценами. Таким образом, его продукция доступна для множества потребителей и стала конкурентоспособным с европейскими брендами. Оружие тестировал патронами с разной навеской. За три года эксплуатации с этого оружия было выпущено свыше 2500 патронов. За это время не замечал никакие проблемы с этим оружием. Охотился в разных климатических и погодных условиях. Механизм работал даже прекрасно при минус 18 градусах. Можно смело отметить, что ружье справляется прекрасно со своей задачей. Оружие специально подобрал в пластике. Конечно, в дереве оно смотрится гораздо круче. Но в пластике это оружие гораздо удобнее. Турецкий орех на глаз прекрасен, но требует аккуратного ухода. А я все-таки думаю, что когда человек выходишь на охоту, лучше уже задумываться о том, как ты будешь охотиться. А не зацикливаться о том, что ты попортишь покрытие своего оружия. Хотя, как я уже говорил, его всегда можно заменить новым оружием. Потому что цена позволяет нам это сделать. Давайте посмотрим его в деле. Что он из себя представляет. Мишень поставили приблизительно в 35 метров. Почему в 35? Выше 50 метров дробь теряет уже свою силу. Конечно, добыть трофей все равно возможно. Но уже шанс на подранку велик. Ну а стрелять ближе, чем 20 метров тоже нет смысла. Потому что трофей можно так разрушить, что его невозможно будет приготовить. Постреляем патронами одного производителя. Просто разными чоками. И сравним их между собой. Стреляем патронами Мельюр. Длина 70 миллиметров, 32 грамма, седьмой номер. Ну вот, ребята, целились мы прямо вот в этот крестик. Вот здесь. И как вы видите, дробь по всему кордону рассыпалась. Стреляли чоком номер пять. Стреляли пятым номером. Сейчас постреляем первым номером. И посмотрим, разница большая будет или нет. Сравнив, что у нас получится с номером один. Ребята, поменяем бумаги. Сделаем все по новой. А то по-другому не поймем, что тут происходит. Чок номер один дробь разбрасывает лужи. Сейчас посмотрим, что из этого получится. Ну что можно сказать по разбросу? Явно видно, что чок номер один бьет уже. Давайте сейчас поменяем еще раз чок. Поставим уже третий номер. Зажимать нужно хорошо. Ребята приклеили новые бумаги, чтобы все было по-честному. На эту дырку не обращаем внимания. Давайте сблизи посмотрим. Та же дробь, та же фирма, тот же навес. Единственное, что мы поменяли в ружье, это чоки. Сейчас вы наблюдаете разброс чока номер три. Видите, свободные места. Вот здесь тоже, свободные. Это плохо. Ну что можно сказать? Постреляли тремя разными чоками. Номер один, номер три и номер пять. В итоге увидели то, что номером один дробь раскрывается очень узко. И это хорошо. Этим вариантом можно уже стрелять и дальше, чем 35 метров. А что касается номер три и номер пять, этими чоками лучше стрелять 30-35 метров. Чок номер три оставляет очень большие окна. И чок номер пять тоже. Поэтому на охоту, когда я выхожу, пользуюсь чоком номер один. И стреляю где-то приблизительно от 35 до 50 метров. Ребята, где бы вы ни находились, пожалуйста, всегда убирайте за собой. Ухаживать за оружием очень легко. Из-за того, что механизм простой и в это время гениальный. Если интерес появится со стороны зрителей, как разбирать, чистить, смазывать это оружие и какими средствами, то тогда напишите мне в комментариях и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать самое интересное. Как только комментарии достигнут до 100 под этим видео, я детально представлю вам вышесказанное. Не хочется растягивать видео, но не сказать тоже нехорошо. Джелал Иолу первое оружие собрал в 13 лет. А уже в 23 года молодой человек основал оружейную компанию. И эта компания представляется нам сегодня как АТААРС.